Новости на канале Hetman Software Браузер Brave теперь имеет встроенный криптокошелек. Браузер, который может похвастаться более чем 42 миллионами пользователей, представляет новый криптокошелек, где пользователи могут хранить, управлять и обменивать свой криптопортфель. Brave Wallet поддерживает все блокчейны, совместимые с виртуальной машиной AdHom, такие как Polygon, XD, Avalanche и другие. Пользователи могут совершать сделки практически с любым криптоактивом, используя встроенный кошелек в веб-браузер. Разработчики также подчеркивают тот факт, что в отличие от других расширений кошелька, Brave Wallet построен с открытой лицензией MPL. Многие из нас пользовались практически всеми популярными браузерами. На своем опыте могу сказать с уверенностью, Brave делает то, что должен делать любой другой браузер. Лично я не обнаружил, что Brave работает быстрее, чем Chrome или Safari. OnePassword представляет более быстрый и изящный менеджер по роли Windows. OnePassword 8 для Windows отличается совершенно новым современным дизайном и расширенными возможностями производительности, чтобы помочь пользователям управлять, хранить и защищать свою конфиденциальную информацию более легко и безопасно, чем когда-либо прежде. Обновленный менеджер по роли компании построен с использованием Rust и, как следствие, обеспечивает повышенную скорость и производительность на всех устройствах при поиске, разблокировке или управлении элементами и хранилищами. Что касается безопасности. Панель WatchTower Dashboard помогает пользователям оптимизировать безопасность их конфиденциальной информации, выявляя слабые или скомпрометированные пароли. Meta разрабатывает VR-печатки, чтобы трогать объекты в виртуальной реальности. Прогресс не стоит на месте и уверенными шагами движется по планете. То, что раньше казалось из области фантастики, становится нормой. Meta, ранее Facebook, уже в течение 7 лет тайно работает над тактильной перчаткой, которая воспроизводит ощущение захвата объекта или поверхности в виртуальной реальности. Подразделение компании Reality Labs впервые продемонстрировало свои наработки. Прототип представляет собой перчатку с примерно 15 ребристыми надувными пластиковыми подушечками. Они расположены так, чтобы соответствовать строению ладони и пальцев пользователя. Перчатка также действует как контроллер виртуальной реальности. На ее задней панели есть маленькие белые маркеры, которые позволяют камерам отслеживать перемещение пальцев в пространстве, а также внутренние датчики, которые фиксируют их сгибания. Когда пользователь надевает перчатку и входит в режим виртуальной реальности или дополненной реальности, система управления регулирует уровень накачивания подушечек, создавая давление на разные части руки. Таким образом воссоздаются эффекты касания. Также компания уже разрабатывает высококлассную гарнитуру виртуальной реальности, которая станет частью метавселенной компании. VR-шлем с кодовым названием Project Cambria должен выйти в 2022 году. Специалист авторитетно заявляет, что совсем скоро устройство виртуальной реальности будет обладать каждый второй. В конце октября исследователи кибербезопасности и Кисклиффе обнаружили вредоносное программное обеспечение, с помощью которого можно снимать средства из банковских приложений на Android-телефонах в обход многофакторной модификации. SharkBot вскрывается под именами и значками легальных приложений. После запуска на телефоне он немедленно запрашивает разрешение доступа через поддельные всплывающие окна. Эти сообщения будут терроризировать жертвы до тех пор, пока разрешение не будет предоставлено. Установка зловреда происходит незаметно для владельца телефона. Никакого значка приложения пользователь не увидит. Вооруженный всеми необходимыми разрешениями, SharkBot отображает файковые формы для ввода учетных данных, чтобы потом собрать информацию о жертве и запоминает последовательность нажатия на клавиатуру. Атаками подвергаются приложения международных банков и сервисы криптовалют. В этом месяце Microsoft официально представила Windows 11 SE, облегченную версию своей новой операционной системы, которая предназначена для использования в бюджетных ноутбуках для школьников и студентов. Согласно имеющимся данным, Microsoft не планирует распространять Windows 11 SE в качестве отдельного программного продукта. Это означает, что пользователи не смогут останавливать ее уже на имеющихся ноутбуках. Более того, если удалить эту OS и поставить на ее место, например, Windows 10, то вернуться к Windows 11 SE обратно уже не получится. Это означает, что единственный предусмотренный макросов вариант взаимодействия с Windows 11 SE сводится к покупке новых устройств, работающих под управлением этой операционной системы. Сама же Windows 11 SE является урезанной версией Windows 11, которая прошла оптимизацию для организации обучающего пространства и взаимодействий с другими образовательными предложениями Microsoft. Она лишилась некоторых функций, доступных Windows 11, чтобы обеспечивать плавный рабочий процесс на ноутбуках, не отличающихся высокой производительностью. Microsoft ожидает, что ноутбуки с Windows 11 SE массово появятся на рынке уже к концу этого года. Обновление Windows 11 вернет экран смерти традиционный синий цвет. Компания Microsoft иногда прислушивается к мнению пользователя и идет им навстречу. В очередном обновлении для Windows 11, который на данный момент готовится к выпуску и устраняет некоторые проблемы с панелью задач, меню пуск, Bluetooth-устройствами, а также решает вопрос с неполадками при запуске 32-битных приложений, спрятан приятный даунгрейд. Известно, что обновление внесет косметические изменения в интерфейс Windows 11, а именно, черный экран смерти, еще не получивший всеобщего признания, снова станет синим экраном смерти, каким он десятилетиями был до этого в предыдущих версиях Windows. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас возникли вопросы, задавайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok